Тысячи родных военнослужащих, мобилизованных, добровольцев в каждом регионе страны поддержали инициативу президента о создании Комитета семей воинов Отечества. В Ульяновской области такой штаб сформирован в декабре минувшего года. На федеральном уровне разработана и утверждена программа поддержки. Созданная организация поможет её оказать. Действовать решено сообща. Кооперация ведомств региональной власти и общественности упростит процедуру. И время ожидания ответов на самые важные вопросы. На данный момент мы уже наладили связи с общественными организациями. Это Боевое братство, Союз десантников, Общественная палата. С рядом министерств региональных уже наладили отношения с гражданами. За, казалось бы, скромный срок существования Комитета в регионе обращений поступило много. Кому-то необходимо получить информацию о льготах для участников СВО и процедуре их получения. Кому-то решить юридический вопрос. А кто-то просто нуждается в психологической поддержке. В ответ люди слышат то самое. Всё решим, всё будет хорошо. Кроме того, такая система удобна и для самих защитников Родины. От них руководство узнаёт, чего именно не хватает на линии фронта. И уже после этого, с учётом каждой потребности, формируется гуманитарный груз. Это взаимодействие, оно востребовано очень среди военнослужащих. Буквально вчера отправляли мы очередной груз для, в частности, 15-й бригады, потом нашего батальона СВИАГа, который находится в зоне СВО. Ребята благодарят за то, что мы им помогаем. И получаем оттуда обратную связь о том, что на самом деле это очень важно и очень необходимо. Чтобы система работала грамотно, а главное эффективно, регулярно проходят профильные конференции в онлайн-формате. Здесь представители комитетов со всех регионов делятся своими итогами работы, перенимают опыт друг друга, могут задать организационные вопросы. Обратиться за помощью в региональный филиал можно через соцзащиту, площадку ОНФ, а также через Центр управления регионом.